Украина уже как минимум 850 лет это антироссия. Аааа, русофоб. И россияне уж тут конечно постарались. Ну, враги кругом, а че не так? Запад делает из Украины антироссию. Это б***ь Россия делает из Украины антироссию. По-моему это прекрасно. В путинской России Лев Толстой экстремист. О май гад. Русофобия. Как много в этом слове для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось. Перефразируя цитату классика, мы обозначаем излюбленную тему российских ура-патриотов. О которой нормальному человеку можно говорить разве что с улыбкой. Потому что, как утверждал другой классик, наш современник. Те, кто затевают русофобию, русофобию затевают. Вот это вот, вот это, затевают все вот это. Это я этим людям это адресовываю. Доиграйтесь. Вот с этой русофобией, которую вы затеваете. Однако, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. А русофобия уже не один десяток лет, а в особенности сейчас, любят говорить официальные представители российской власти. Под знаменем борьбы с русофобией, Кремль делает самые ужасные вещи в мире. И все это прекрасно ложится на благодатную почву святых убеждений глубинного народа России о враждебном окружении, злобном западе, мировом заговоре против русских и так далее и тому подобное. Вот и сейчас случайный залетный зритель из России, разделяющий эти взгляды, возмущенно скажет, ну, враги кругом, а че не так? Да все не так. И главное, че не так, это непонимание большинством российских граждан причинно-следственных связей. А именно, Россия ведет агрессивную политику не потому, что таким образом отвечает на русофобию в мире. Это русофобия возникает потому, что Россия ведет агрессивную политику. Конечно, это слишком простое объяснение, но это не значит, что оно неверное, оно неполное. Потому что, например, ярлык русофобов в России приклеивают и к собственным гражданам. Ты возмущаешься российской коррупции дворцами российского президента и его враньем, беспределом российских чиновников и силовиков, ненавидишь исконно российское хамство, алкоголизм, глупости и плохие дороги. А-а-а, русофоб! А если ты еще и вслух об этом говоришь, а-а-а, русофоб и иностранный агент, власть вешает на тебя ярлык, а граждане с радостным улюлюканьем подхватывают его как знамя великой победы и клемят тебя похлеще официальных органов. Эти же граждане, брыжа патриотической слюной, пишут на тебя доносы, лишь бы ты заткнулся и не показывал им того, что они живут, мягко говоря, в не совсем той стране, которую себе нафантазировали. Если пользоваться таким подходом, то и светоча русской поэзии Пушкина можно было бы назвать русофобом и иногентом, хотя он был имперцем до мозга костей, но такая вот противоречивая личность. В 1827 году поэт написал Вязинскому «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство». О как! А если взять в руки школьный учебник по русской литературе, то практически каждый русский писатель или поэт был по современным меркам русофобом. Тогда уже и Тургенева, и Салтыкова-Щедрина, и Тютчева, и Чехова, и многих других нужно заклеймить позором за их критические замечания о России. Впрочем, жизнь в России всегда опережает мечту. Льва Николаевича Толстого в современной РФ внесли в список экстремистов за несколько его текстов. Представляете? Решение Ростовского и Екатеринбургского суда от 2009 и 2010 года соответственно. Из-за этого в РФ даже никак не отмечалось столетие со дня смерти писателя. Ну что же Толстой мог такого написать, что даже спустя век российская власть боится его как черт Ладана? Текст писателя касался православной церкви. Хотите узнать, что именно так возмутило официальные органы? Мы подготовили отдельный специальный выпуск, касающийся суда над Львом Толстым в современной России. Видео выложено на нашем Патреоне. Обязательно посмотрите, это очень любопытно. Ссылка на Патреон в подсказке, описании к видео и первом комментарии. По-моему это прекрасно. В путинской России Лев Толстой экстремист. И это не шутка. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Эта фраза видимо становится лейтмотивом данного выпуска. Не понимаю только, почему никто в России не высказался в защиту Льва Николаевича. Россияне не заметили что ли? Какое-то у них выборочное внимание. Не замечать очевидного. Между прочим, видео нашего канала тоже внесены в список запрещенных в России материалов. Там большой перечень. То есть по мнению Роскомнадзора и судебных органов, и Толстой, и Хрендяблики. Русофобия это экстремисты. Читай, русофобы. Ну что ж, хорошая компания. Учитывая вышесказанное, стоит отметить один очевидный факт. Русофобия это норма. Если вы когда-нибудь заходили на страницу Русофобия в русской Википедии, смею предположить, что вы были очень удивлены. Во-первых, размер статьи. Мало о чем в Википедии написано столько много. Напомню, что Википедию пишут сами пользователи. И россияне уж тут, конечно, постарались. Они настолько холят и лелеют эту русофобию, что раздувают ее до непомерных размеров. Находя это явление, ну буквально во всем, что хоть как-то можно притянуть за уши. Почитайте, посмеетесь. Хотя тут, конечно, не до смеха. Потому что вся страна, Россия, нуждается в неотложной помощи специалистов по ремонту крыши. Одно только определение русофобии, чего стоит. Русофобия предвзятое, предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к русскому народу. Россия, русскому языку, русским, специфическое направление в этнофобии. В более узком смысле страх перед Россией. Страх. Или курсом российской внешней политики. По мнению некоторых специалистов, русофобия часто выступает как цельная идеология. То есть как особый комплекс идей и концепций, имеющий свою структуру, систему понятий, историю генезиса и развития. А также свои типичные проявления. О май гад. Ну, сразу бы так и написали. Русофобия – это целая наука о ненависти к русским, разработанная в секретных лабораториях враждебных западных стран. И один из главных разделов этой науки – Украина как антироссия. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Запад делает из Украины антироссию с 2014 года. Это прямая цитата из бункерного фюрера Путина. Хм, я так себе это и представляю. Россия вторгается в Украину, аннексирует Крым и устраивает войну на Донбассе. А украинцы такие сидят и говорят. А, ладно, мы же один народ, но пусть аннексируют, фиг с ним. И тут приходит Запад со своей русофобией и начинает учить украинцев не любить русских и разделять братские народы. Вы, б***ь, серьезно? Запад делает из Украины антироссию? Это, б***ь, Россия делает из Украины антироссию? И вы думаете, это началось в 2014 или в 2022? Это началось как минимум в 1169 году, когда первый великоросс Андрей Боголюбский разорил, разграбил и разрушил Киев, приведя его к упадку. Всего насчитывается не менее 30 воин Украины с заклятым соседом. Москва не одно столетие стремилась завладеть киевским наследием. И за эти века устраивало в Украине многие десятки резней, подобных бучей в 2022 году. Например, Батуринскую резню 1708 года, когда московскими войсками было вырезано все население гетьманской столицы, независимо от пола и возраста. Тогда войска Петра Первого убили до 15 тысяч батуринцев. А было еще разорение Запорожской сечи Екатериной Второй, был Валуевский циркуляр, запрещавший печать украинских книг, было нашествие большевиков на Киев и, конечно же, Голодоморы, настоящий геноцид украинского народа. И это я пробежался только по самым верхам. Украинцы никогда не были с русскими ни одним народом, ни даже родственниками. Русские огнем и мечом всегда стремились затащить украинцев в свое ярмо или под свой протекторат. И на какое-то время им это удавалось. Но русские и украинцы это как вода с маслом, чистая физика. Были рядом, но никогда не смешивались. В том смысле, что украинский этнос и украинский дух остался свободным и независимым от всего русского. Украина уже как минимум 850 лет это антироссия. И главный, кто приложил к этому руку, это Россия, которая каленым железом пыталась выжечь украинство с цветущих украинских земель. Но ей этого сделать не удалось. И не удастся никогда. Поэтому сказки про один народ или про то, что Запад учит украинцев не любить русских, это такая же ересь, как и сказки о плоской земле и о том, что она стоит на трех слонах. Я скажу вам даже больше, все на самом деле совсем наоборот. Это украинцы учат Запад не любить русских. Потому что украинцы давно знают, что русские представляют собой на самом деле. Поэтому русофобия – это нормально. Так же, как нормальной была и германофобия во время и после Второй мировой войны. Русофобия и германофобия имеют одну общую черту – ненависть к жестокому нацистскому оккупанту. Прекрасная иллюстрация германофобии – это стихотворение Константина Симонова «Если дорог тебе твой дом» 1942 года, где поэт призывает, скажем мягко, не церемониться с нацистами. Когда я перечитывал это стихотворение, то ощутил в тексте абсолютно те же эмоции, которые испытывает сегодня каждый украинец к русским. И под украинцем я сейчас подразумеваю гражданина Украины любой национальности. К слову, даже мои одесские родственники, бывшие до войны ватными и русскоязычными, теперь мощно волонтерят для ВСУ и ненавидят Россию на почти идеальном украинском языке. По их просьбе передаю сообщение россиянам. Читайте по губам. Айдить-ка вы! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!